4 октября решил далеко не гулять а остаться дома и поиграть в лего хотя наверное сегодня вечером схожу куда-нибудь например в екатерингов но уже так чисто ненадолго погода на улице теплая солнечная можно кстати даже позагорать сейчас там градусов 15 или 16 да действительно погода на улице настолько теплая что можно прямо при открытом окне лежать и загорать а так как солнце уже низко то можно это делать прямо внутри комнаты а не выкладывая ноги на окно как это я летом делаю мне нравится просто невероятно пролежал два с половиной часа и кстати помыла кошечка напоследок а то она хорошо так запалилась за месяц моего фактического отсутствия дома но солнце уже к сожалению скрылась сбоку то есть дальше я уже лежать не смогу так что закрываю окно выкладываю позавчерашнее видео которое уже до обработалась кстати да пойду прогуляюсь куда-нибудь наверно позавчерашняя прогулка вчера обрабатывалась обработалась только на две трети потому она сегодня вот заканчивала до часу дня я поставил уже вот под прогулку с павловской обрабатываться то есть у меня такая очередь из видео потому я вчера царское село собственно и не выложил а выложу я его сейчас и как раз вот покушаю так на что видео загрузил и теперь можно отправляться о господи уже 1446 ничего себе как день сегодня быстро прошел помню в школе уроки частенько заканчивались в 1450 как раз 6 урок и вот я получается сегодня типа после уроков иду гулять по парку ну конечно да уже быстрый вечер пришел сейчас уже закат будет скоро поэтому я допрыскиваю цветочки и отправляюсь в путь смотреть на золотой осень в Екатерингофе там еще и тепло кстати плюс 15 градусов в общем сейчас 15 часов 30 минут на улице плюс 15 градусов сегодня 4 октября 2021 года меня зовут Алексей Михайлов мне 28 лет и только сейчас я отправился на прогулку на улице уже прям закат закат и перед Екатерингофом кстати зайду-ка я в сад 9 января который тут недалеко находится собственно почему бы и нет сам бог велел как говорится кусты краснючие конечно травка вон как колышется на ветру прикольно да прекрасный октябрь в этом году настоящее бабье лето кстати сентябрь был холодный весь месяц было холодно дождь шел облачно было а вот в октябре как зарядило тепло это как весной что холодно-холодно а потом в апреле как зарядит вот такое же ощущение но уже конечно чувствуется что большинство листва опало потому это время и прекрасно своей мимолетностью быстрая но прекрасная так ну что я готов ходить в сам парк там уже вовсе идет поздний рестопад но какая прелесть тут растут разные виды растений на каждой из дорожек здесь они зеленые все еще по центру они уже такие светло-желтые а здесь такие коричневатые как вот дубовые а совсем слева а совсем слева смешанные самое красивое конечно посередине тут уже ковер внизу еще причем если отойти в бок от дорожки внизу тоже все в листьях сплошным сплошным ковром сплошным сплошным ковром скоро их уберут вон какие тут композиции можно наблюдать ветерок падул сейчас пойдет дождик дождик лучше видно вот с этого боку а листья как-бы всыпались по земле вот эта горка очень круто смотрится даже сейчас уже ветер не дует но листики все равно падают в такой вечерней дымке я на нее конечно же сейчас заберусь вот это шикарное конечно место в обратную сторону кстати тоже не четок о какая прелесть как обычно листики клёна как и уже третье или четвертое видео подряд говорю у него сейчас прям самый настоящий звездный час настоящее осеннее дерево сияет пламенем вон впереди какой ковер и я зашел на горку с которой открывается вид на шикарную лужайку на которой часто собираются собачники по вечерам и целой толпой играют вот здесь кстати да насчет заката вон уже как низко солнце скоро совсем уже будет рано темнеть а с обратной стороны кстати виды не хуже это вот те самые клёны мимо которых я только что прошел заметно что траву недавно скосили это занимательно что она продолжает до сих пор расти хотя уже октябрь вот тут видон вообще обалденный веточка озеро птички прилетели ко мне а вон как кустики живописника на солнце горят вон какие большие выросли вон какие большие выросли Прямо уголок дикой природы посреди города. Эти деревья шикарно вообще горят на солнце. На них оно так падает, что на контрасте с темной медалью вообще выглядит ярко-приярко. Я снова вышел к кленам. Это та самая лужайка, но уже с другой стороны. Уже вот на нее падает солнце. Ох, красавцы какие! Один ярче другого просто, эти клены. Занимательно кстати, что дуб, вот тут справа, это дуб, до сих пор зеленый. Как-то вот он еще не успел пожелтеть, потому что везде уже листики коричневые на дубах. Хотя может и не дуб, а просто листья похожи. Сейчас я подойду к настоящему дубу и посмотрю, он или не он. О какой вид он. Еще и фонарик сбоку. Да, скорее всего там было другое дерево. У дуба листья похожие, но немножко отличаются, как мне кажется. Так, ну что, в итоге я дошел до водоема, до второго водоема. И здесь ничего особенного, потому что здесь куча елок растет. Ну, не елок, а похожих на них растений. Хотя они тоже желтеют. Так что на этой прекрасной ночи я пойду в сторону Екатерингофа. Думаю там тоже красиво будет, пока солнце еще совсем не зашло. Такой вот сад 9 января. Воистину погожее время. Такое легкое и безмятежное. Летняя суета уже прошла, а ноябрьская серость еще не началась. Октябрьское спокойствие. Акустики вон просто загляденье. Этот красноватый цвет самый красивый. И травка, кстати. Она видно, что свежая. То есть она вот выросла недавно, в течение прошлого месяца. Вечерний час пик уже скоро начнется. И цветы еще в полном цвету. Как и в парках, в пригородах. Прекрасно. Вот такие же я вчера видел в Гатчине. Это уже на фоне осенних листьев. Но правда тут простые. Но все равно. Классно, что они до сих пор еще в цвету. Вот эти беленькие самые красивые, на мой взгляд. Хотя издалека вот эти вот тоже классные смотрятся те, что справа. На проспекте уже совсем деревья опали. Они тоже были целиком в листьях. Вот еще недавно. Половина пятого. Чувствую на обратном пути, когда я пойду. Машины будут уже стоять. Они на старчах всегда стоят по вечерам на улице из города. Сегодня же будний день. Народ уже вовсе идет к метро. Очень быстро сегодня день прошел, однако. Вроде недавно еще в Лего играл. Кстати, да, я так и не доиграл в него. Из-за того, что пошел валяться. А уже и закат. Я еще обязательно сниму деревья на площади, которые тоже ярко-оранжевые. Но уже видно, что они почти целиком осыпались. Буквально за пять где-то дней вот эта вот кульминация золотой осени произошла. Если присмотреться вниз, то можно заметить, как писти летят по дороге вслед за машинами. Не-е-е-е. Ну-что вот и красавец екатерингов! Уже весь даже не желтый, а оранжевый. Хотя, нет, в принципе, не такой уж оранжевый. Я то думал, я приду, уже все листья опали. А нет. Так, ну что я внутри? И придусь по центральной аллее, смотрю на ней. До сих пор еще клумбы с цветами растут. Хотя, раз они в городе растут, то и тут тоже будут, с чего бы им тут не быть. Так что и Патерингов нарядный и красивый в этот погожий вечерний день. Вон какое дерево классное. И, конечно же, красавец клёна, это каштаны справа. А вон клён, как он выделяется на фоне остальных, да? Хотя, стоп. Точно ли клён? Может и не клён? Я издалека не очень вижу. Ну, практически все уже опало тут, как я и думал. То есть, я еще по пригородам гулял и понимал, что с каждым днем все меньше и меньше листвы становится. Очень быстрый мимолет на осень. О, дождь пошел из листьев. Как мне везет на ветер, да? Включаешь и камера. Ой, включаешь камеру и... Так, понеслось. Хотя и не очень сильно. Ну, да бы не такие зрелищные, как клёны, конечно. Вон какая прелесть. А листья-то, листья, если присмотреться на небо, они вообще хорошо заметны. Как они летят, конечно. Прямо пожар. Екатеринговка, как и Павловск, тоже пейзажный парк. Только начало 18 века. 1700-х годов. Поэтому в нем прослеживаются те же самые элементы. То есть, любование именно природой, не сильно видоизмененной человеком. Вот эти вот веточки хорошо смотрятся на фоне темноты впереди. Как в такой дымке. Я уже, конечно, под самый закат пришел. Оно, кстати, даже и лучше, потому что днем оно было бы не так фактурно, наверное. Ну, как мне, конечно, нравится, как плистики летят наверху. Просто прелесть. Уточки вот на своем обычном месте. В каждом парке есть банда уточек, которые живут в каком-нибудь водоеме и караулят приходящих людей. О, как веточка ярко светится на фоне темной воды. И листики летят, летят. Вот с этой лавки открывается самый живописный вид в осеннее время. То есть, ты как бы смотришь внутрь деревьев и одновременно на озеро. И кусочек ротонды виден, кстати, и уточки. При этом, с другой стороны, тоже красивый вид. Тут утром классно. Утром в этой части парка практически никого нету. По правой дорожке идут на работу люди. Кстати, да, я же почти каждый день ходил на работу через этот парк. Но осенью я тут впервые так вот получилось. Так что для меня золотая осень тут прям вообще. В прошлый раз я видел его, когда он был еще зеленый. Субтитры сделал DimaTorzok. Просто идиллия. Как много уток тут. Мне еще вот эта лавка очень нравится. С ней тоже такой хороший вид. Вот этот островок. И вправо, и влево. Точнее, и влево, и вправо. О! И сейчас вот на закатные лучи вид он открывается. Я думаю, я сейчас догуляю, да, немножко посижу здесь. Собственно, почему бы и нет. А то у меня прям голопом по Европам. Хотя с другой стороны, в пригородах я там достаточно много просто так отдыхал или сидел. Где-то вот особенно вечером перед отъездом. Я сначала целиком пройдусь вокруг парка, а потом сижу где-нибудь на лавочке. Да смотрю спокойно вдаль. Вау! Или вот это вот еще. Обалденно. И отражение, кстати, на воде повторяет. Сейчас ветра нету. Вода такая прям плоская-плоская. И снова я вижу клён, заметно выделяющийся на фоне всего остального. И он тут, кстати, не один. И клумбы с цветами, которые, конечно же, еще цветут. Хотя уже и не все. Да, клённые, конечно. О, телефон звонит. Так, на чем я остановился? Ах да. На этих прекрасных клёнах. Засниму-ка я их еще раз. Только уже поближе. Так, ну что. Я думаю, сейчас самое время идти в Нижний парк. Ну, не в Нижний, а в Дальний. Вот, который поменьше. Посмотреть, что там. Посмотреть на то, как Желтенькие листики сверкают на фоне реки. Там река в конце. Трава, кстати, и тут выглядит прям такой свежей-свежей. Ярко-зеленый. То есть, ее подстригли в конце лета, и вот она опять снова выросла. Самый настоящий листопад. А вот тут на лужаке газон подстригли недавно. Потому он такой ровненький-прировненький. Стена, кстати, тоже вся в желтизне. Небольшое красное пятнышко внизу. Сплошной-сплошной ковер. А почему? А потому что клен растет. Да, шикарное дерево. Вот это простор. А так еще круче. Да, Екатерингов имеет такой коричневатый оттенок, темно-оранжевый, потому что в нем очень много дубов. Такой вот характерный признак. Кстати, тут живая изгородь, она вся красная. Это лучше видно с солнечной стороны. Там вот целая спортплощадка внутри. Красиво, наверное, изнутри все это смотрится. Классно то, что все больше ставят вот таких вот взрослых площадок с турниками, спортплощадок, потому что детских площадок они в каждом дворе есть. А вот такие пока еще мало где. Есть площадки для совсем взрослых, вот как слева, а вот для среднего возраста, как я, их пока не очень много еще, но все больше и больше. ох, хорош. Вот самое красивое, когда клен становится таким красноватым, то есть красновато-оранжеватым, самое красивое. Бывает такое, что он прям переливается от зеленого к желтому и к оранжевому, но это совсем редкость. Это вот самые красивые клены. Так, ну что, вот и калитка парка встречает меня невероятным подблизком солнца на листьях. Ильфрианская улица, пересекающая парк посередине. Ну не наверное, а точно с машины очень живописно смотрится. Прям сквозь лес едешь. А тополя вот вообще не желтеют. Вот на закате классно снимать именно вот листья вот так вот сбоку. Они аж прям горят на фоне темноты. Постон в 1711 году. Ну, еще Петр Первый был жив. Ну, собственно, это вроде как подарок его супруге этот парк. Ну и усадьба. Ну что, двигаюсь внутрь. Он не очень большой, но мне интересно выйти на набережную в нем. Тут в парке тоже сплошняком дубы растут. Справа. Поэтому он тоже такой коричневатый слегка. Вот эта красноватая оранжеватость просто божественна. Вон там совсем красные кустики. Но они и в жизни не очень светлые. Отражение на воде какое. Прямо палитра. И травка вон еще внизу справа. Тут вон тоже уточки живут, кстати. Так, ну что. Первая площадка с озером. Ну, лужайка. Тут две лужайки. Между ними речка и возле каждой из лужайок есть озеро. А значит, впереди уже вон набережная. Некоторые деревья вон уже целиком осыпались, кстати. Да даже не некоторые, а половина. Хочу полюбоваться на то, как солнце падает под низким углом на ветке деревьев. Очень красивое зрелище. Особенно, когда они желтые. Скоро всего этого не будет. Вон это желтое дерево, прям как в тынке. Хотя нет, еще тут не сильно видно. Нужно выйти именно на сам берег. И, кстати, это самая вышеупомянутая речка. Просто вся в золоте. Тут прям как вчера в гатчине. У меня уже такая задержка с выходом видео. Но бывает. Вон какая прелесть. Вот. Мне очень нравится контраст между ярким деревом и темным фоном сзади. А вот и соседнее озеро. Солнце уже практически скрылось за горизонтом, а я вышел на берег. День вообще сегодня молниеносно пролетел. И, кстати, да. Вот те самые пресловутые деревья, что идешь, и они аж прям горят. А вода гладкая-гладкая. Ветра вообще нет. Вот на закате это самое живописное место. Солнце под очень низким углом светит прямо сбоку. Сейчас еще и ветер подул, но не в мою сторону. Да как бы классно было бы, если бы они дождем прямо на реку были. не полились, а посыпались. Проведут какое-то время. Солнце минут через 20 уже скроется внизу, я думаю. Закат 18 часов. А сейчас 17.35, то есть еще как раз 25 минут. Ну, не 18 ровно, наверное, но как бы там ни было. Вон какой шик. Это сочетание вообще невероятное. Впрочем, и обычные кусты тоже хороши. А наверху как все горит. Вот. Вот что я имел в виду Когда вот так вот листики горят И сзади вот Более темный фон Я же кстати сейчас товарищ позвонил и позвал гулять Так что видимо домик из лего я сегодня так и не дособеру Но ничего страшного Когда-нибудь потом В лего поиграть я всегда успею А гулять лучше в хорошую погоду Ух ты, вот этот вид конечно вообще шикарен А я дошел до конца парка Так что на сегодня буду заканчивать съемки Отличный сегодня день конечно Прямо такой разгрузочный И на солнце позагорал И даже погулял немножко Просто настоящая Идиллия А вот это вот вообще шикарное В общем Если вы что-то смотрели видео до конца Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии Ну а на сегодня все Такое вот 4 октября 2021 года Посреди золотой осени Субтитры сделал DimaTorzok